Ничего себе! Вы посмотрите, какая тут птичка к нам залетела! Обалдеть! Вот это да! Красавелла! Интересно, сколько это стоит? И главное стоит тут рядом с социальным жильем и с турецко-марокканским магазином. Приехала в центр уже под вечерок, одела свои вот такие чуни, купила. Второй раз буквально их очень удобно, очень тепло. Единственное, немножко с размером прогадала. Ну, побоялась, чтобы они были маленькие. В принципе, можно было взять на размер меньше. Вот так у нас в центре, давненькая не была. Вот приехала сюда, тут такой небольшой торговый центр, вот в супермарке там Дерек. Ну и уже тут заодно загляну. Давно не была в этом магазине. Раньше это была одежда и немножко обуви, а теперь я смотрю, вот очень классная обувь тут. Но сегодня он выходной. Очень интересные экземплярчики и сумки. Ну и одежда, я вижу, тоже есть. Ну вот, ну, буду уходить уже в магазин, в супермаркет. Тут такие акции. Называется у нас Делтаплайн это место. Это наша центральная улица. Вот такая акция в магазине Део. Эйр фраер на две эти корзины. Это недорого. 80 евро. Он, по-моему, 120-130 стоит. Но я не знаю, насколько хорошим. Вот акция на вино. Много различных, собственно, скидок. Выбор тоже большой. Я недавно тут заходила, брала для выпечки маленькую бутылочку водки. И мне подсунули русскую. Это выхожу. Вот посмотрите, какой красавелла стоит. Ну и мои покупки. А это хочу вам показать, какие уютные домики в провинции Утрех. Тут я была в гостях. Ну, это всё, конечно, отдельно стоящие домики с довольно-таки большим участком земли. И стоят они около миллиона и больше миллиона вдоль канала. Ну, очень есть интересный экземпляр. Вот, например, этот. Ну, стоят, конечно, денег и немалых. Прошу прощения за вертикальный формат, но это я снимала для ТикТока. У меня есть на ТикТоке тоже свой канал. Так что заходите. Чувствую, день сегодня будет просто прекрасный. Гадалки не ходи. Мои покупочки. Магазин Экшн, кстати, посмотрите, какие классные носки. Три пары. Вот они, такие. Мягкие, тёпленькие носочки. И вот такие. Это уже тоненькие, да. Здесь тоже три пары. Вот. Катоновые. Упаковка вот таких свечей красных. Они неровные, видите, они кверху немножко уже. Близятся праздники розетинские. Уже по радио играет такая лёгкая розетинская музыка. Ну, и к свечам. Смотрите, какой классный подсвечник. Вот они войдут сюда. Я взяла два, вот такие медные. Очень классные. И вот так долго я их ждала, думала, уже не появятся. С ложечкой вот такая сахарница. Смотрите. Раньше были рифленые. Я тогда одну взяла, пожалела. Сейчас взяла две. Хорошего качества стекло. Никакой у неё рецайклинг. И даже в посудомойку можно. Это значит хорошее качество. Вообще, я сделала в Экшн за вот такими чашками. Они были трёх цветовыми. Вот такой молочный. Такой грязный старый голубой. И кофе с молоком цвет. Но мне понравились эти белые. Вот сестре тоже хотела взять. Тогда взяла одну на пробу. Ну, вот их нет. А почему взяла одну? Потому что на них не было никакой маркировки. На вид очень хорошее качество. Тонкая такая вот глина белая. Но не было маркировки. Я хотела проверить, не будут ли они трескаться. Но, может быть, ещё появятся. В общем, посмотрим. Вот такую гималайскую соль. Вот в мельничке маленькая. Но они такие, неважно. Если есть хорошие, нужно пересыпать взяла. И абрикосы. Очень хорошие абрикосы. На вид они невзрачные. Но это потому, что они без сахара. И без всяких отбеливателей. В магазине Экша. И ещё снова появились большие бутылки соуса с рирачи. Везде очень острый. Для тех, кто не знает, это такой очень острый соус. Типа аджики. Вот. Hot paper sauce. Большая бутылка. В супермаркетах редко бывает. И очень дорого. Очень удобно. Стоит, по-моему, 2 евро в экшн. Очень удобный дозатор. Вот вы откручиваете. И потом просто переворачиваете, наливаете. Классный соус. Кто любит. Ну что, вот такие покупочки у меня были. Но это не все покупки. Это я вам показала те, которые, скажем так, нутах. Которые полезны, нужны в доме. Но у меня были ещё и другие покупки. Покупки, скажем так, без которых можно обойтись. Ну, покупки декора. Вот для этих грядущих праздничных дней. Для того, чтобы сделать дом уютнее. Ну, а об этом я сделаю свой аутслах, скажем так. Как репортаж или рапорт, или как это назвать, в следующем видео. Потому что будет совершенно другая тема. Теперь всем пока-пока. Всем хорошего настроения, мирного неба и крепкого здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok